Все зависит от вас, от вашей мотивации. Миссионер, ментор и наставник. Ментор – это человек, который заботится и наставляет людей, которых он обучил. То есть если Краси открыл церковь где-нибудь в Бургасе, ему придется периодически туда ездить и проверять, все ли у них в порядке, общаться с людьми, делиться словом и так далее. Понимаете? То есть это процесс, который является общением христиан, общением живых. Ну и, конечно, отбытие. Последний момент. Апостольская церковь подразумевает то, что вы приехали, построили, оставили и уехали. Это самое обидное. Вот мне всегда это раздражало. То есть ты пришел, ты здесь впахивал, ты здесь вкладывался, там ресурсами, финансами, свое сердце вкладывал. Ты просто здесь в людей вложился, а тебе говорят, дружище, причем не кто-то говорит, обычно это сверху приходит. Говорит, а ты не хочешь прогуляться куда-нибудь в Несебру? Ну ладно, если не хочешь, оставайся. Я говорю, не, 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 все нормально. Потому что я знаю, что в Несебре там другая фишка будет. То есть будет что-то более лучшее для меня, потому что мы знаем, что Божий план на нашу жизнь, он для нас наиболее лучший. И мы счастливы находиться в этой свободе. И миссионер как память. Когда вы уже даже не приезжаете, когда церковь окрепла, и вам пишут, что было такой красе у нас, спасибо ему, открыл три церкви и буду тебя цитировать на проповеди. Помните, вот приезжал к нам такой человек, который обосновал нашу церковь, помог нам служением в Арнаве, подкрепил. Аминь, брат. Милость Божья. Если Иисус Христос Бог умер за меня, то нет ничего такого, что мне слишком трудно было бы сделать для Него. Римлянам 8 глава 32 стих. Кто не пощадил сына своего, но отдал его на страдания ради всех нас, несомненно, вместе с сыном даст нам и все остальное. Не так ли? Видите знак вопроса? Ответьте на этот вопрос. Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего? Это знак вопроса. У меня есть еще прибавка здесь. Не так ли? Это ли? Да. Не так ли? Дарует или не дарует? Вы верите в это? Вы подумайте. Это важный вопрос. Это последний вопрос сегодняшнего экзамена. Бог наш велик. И это привилегия жить в общении с Ним. Быть любимым им, служить Ему, распространять Его Царство Божие, наседать эти общины по всей земле, по всему свету. Это единственный смысл нашей жизни. Наполнять землю Его славы, Его Царством. Ну, в Нем мы можем найти все ответы на все вопросы. Аминь. Ну что, церковь, помолимся тогда? Хотите помолиться, нет? А не страшно? А вы знаете, что Бог отвечает на молитвы? Доброе. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе, Отец. Я благодарю Тебе, Боже. Я благодарю Тебя за дерзновение приходить к престолу Твоей благодати. Получать милость Твою и благодать. Милость жертвы Сына Твоего Иисуса Христа. И как написано в Писании, Ты даруешь нам все, что даровал Ему, и не оставишь нас, и не покинешь нас, Господь. Ты дал нам Твоего Святого Духа, чтобы он расширял Царство Божие вокруг нас, Господь. Чтобы мы были Твоими инструментами, чтобы Твой Святой Дух проистекал через нас на эту землю, Отец. Ты сказал, отдайте тела ваши в жертву угодную, в жертву живую. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам можно было познать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная, Отец. Потому что этот мир диктует свои условия, он диктует свои рамки, он предлагает свои шаблоны, Господь. Этот мир предлагает нам стать такими, как Он. Но Ты сказал, преобразуйтесь, отличайтесь. То есть будьте не такими, как этот мир. Потому что Ты наш Бог, Ты живой Иисус, Ты живой Царь. Я молю Тебя за нашу церковь, молю Тебя за каждого члена нашей церкви, который находится здесь в зале, или который сейчас путешествует где-то, или служит на поприще Твоем, Отец. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа и злит Твоего Святого Духа, чтобы сделать из нас команду, способную быть материнской церковью для других церквей, Господь. Я прошу Тебя, чтобы через три года, меньше, чем через три года, Боже, чтобы у нас было дерзновение и силы, и Святого Духа открывать новые церкви, новые общины, чтобы приводить людей ко Христу, Боже, чтобы Твоя благая весть, она расширялась и спасала людей, изменяла их жизни, семьи, рабочее состояние, финансовое состояние, Господь, здоровье, исцеление Божие. Здесь столько моментов, столько аспектов, потому что жизнь в Тебе, она счастье, Господь. Служение Тебе – это и есть нормальная свобода, это настоящая свобода. Отец, мы превозносим Тебе свои глаза, свои уши, свои сердца, свои тела, Господь, свое время, Господь, свои желания, свои стремления, Господь. Мы превозносим их и ставим приоритеты Твои выше наших приоритетов, потому что иначе это не христианство, Боже. Ты знаешь, мы не хотим полумер, мы хотим быть таким, как Ты. Мы хотим, чтобы Иисус Христос в нас возрастал, а мы бы умолялись. Мы становились меньше, а Ты больше, потому что Твоя жизнь, она совершенна. Жизнь в любви, жизнь без компромисса, Господь, жизнь в терпении, безусловно, жизнь в общении с Тобой, Господь. Я благодарю Тебя, я благодарю Тебя и молю, чтобы Твоя работа в нашей церкви, среди наших ребят, мальчишек и девчонок, Отец, продолжала на 100% функционировать, чтобы Ты исправлял кривды, Господь, ремонтировал поломанные части какие-то, Отец, обновлял нас в Своем духе, в Своей истине, показывал нам путь каждому отдельно, Отец, с каждым, потому что Ты нежный Отец, любящий Отец. Мы благодарим Тебя за Твоё присутствие сегодня на этом служении, Господь. Мы благодарим за Твоё слово, мы благодарим Тебя за Твоего Святого Духа. Будь прославлен и принесён, Папочка. И вся община сказала Аминь. Вы чудесно говорите Аминь. Спасибо. А сейчас мы хотели бы пригласить сюда Инессу, пока мы будем молиться. Она у нас, к сожалению, уезжает в воскресенье, покидает нас. Хотя мы...